Приветос, леди и джентльмены, и сегодня нас ждет четвертый видос по теме игре на гитаре с нуля. И наша тема на сегодня – бой. И сейчас все такие начнут, ой, бой, да что там говорить-то, берешь и хреначишь по струнам. Но, уверяю вас, я три года отработал в музыкальном магазине. Каждый день туда заходили десятки людей, что снимали инструменты со стены, и дальше начиналось, в лучшем случае, что-то монотонное и неинтересное, но чаще всего тупо не музыкальное, скажем так. Бой – это действительно основа при игре на гитаре, потому что, особенно если у вас акустика, это аккомпанимирующий инструмент. Но именно здесь все ломается, это наше детское сознание. Поэтому я решил уделить этому отдельное видео, да, логично, в курсе по игре на гитаре для новичков. И сегодня мы начнем с каких-то базисных вещей, где многие начинают и идут не туда. И закончим, ну, примерно что-нибудь типа, не знаю. Ну, как-то так. Ну, а перед тем, как начнется сама суть, я бы хотел напомнить, что компания Skip Music дарит людям счастье. Каждый месяц. Каждый месяц. И в октябре им стал японский суперстрат из 90-х от компании Yamaha. Это винтаж. А винтаж – это значит палисандр в накладке, это значит клёна в грифе и алиха в деке. Чесэ-че, флойд-роллс и цвет по ГОСТу. Все, что нужно большинству для светового будущего. Уже в течение двух лет компания Skip Music каждый месяц дарит одному из своих покупателей по гитаре. Что нужно сделать, чтобы стать счастливым? Перейти на сайт Skip Music и оформить заказ на сумму от 2000 рублей. И номер твоего заказа становится номером твоего лотерейного билета. И уже в следующем месяце, 15-го числа, мы узнаем имя счастливчика и обладателя, в данном случае, суперстрата от Yamaha. Ну, а самое главное – не забывай. Не забывай о любите маму и о скидках по промокоду MJTV. Ссылка будет в описании. Итак, сегодня мы начнем с левой. Да, говоря о бой, я начинаю с левой, потому что так уж повелось, что на гитаре все звуки, они получаются в результате взаимодействия обеих рук. Их синхронизации, если какие-то есть беды в левой, они, безусловно, переходят и в бьющую. Основная здесь маленькая беда, вырастающая в большую, это в том, что... заключается в том, что ребята еще не успели доучить аппликатуры аккордов. То есть они не знают еще до конца, там, а, е, соль, ж, д, да, вот эти все ми. И пытаются уже что-то исполнить. Что получается? У нас есть задача сыграть, допустим, рисунок до, соль и ре, да. Он у нас выглядит вот так вот. Но начинающие ребята делают это вот так вот. Так, до, до. Сюда пальцем, сюда пальцем, нет, не сюда пальцем, сюда. Терри ромажор вот так. Так, это задеваю. Во что это вытекает? Да и даже беда не в том, что это долго. Беда заключается в том, что вы ставите каждый аккорд за несколько движений. Допустим, соль вы поставите за три движения, один, два, три. По отдельности каждый палец. Ми за два, один, два. Какие-то аккорды вы плюсы еще ставите быстрее, какие-то медленнее, потому что вы их хуже знаете. А ваша бьющая рука сходит с ума и уж тем более не может держать ритм, да, соответственно. В чем смысл? Для начала нужно, безусловно, забить все эти аппликатуры, хотя бы блатных, пока что аккордов, чтобы хоть с чего-то начать, в мышечную память нашей лев руки. Как мы это будем делать? Мы берем наш до, зажали его, и сменяем на соль. До, соль, до, соль. До, ре мажор, до, ре мажор. До, ми, до, ми. Потом берем ля, да, ля минор. Меняем его на соль. Ля, соль, ля, соль. Ля, до, ля, до, ля, до, ля, соль, ля, соль. И так и сидите, меняйте. Задача научиться ставить аккорд сразу всеми пальцами. Вот у меня ля, я чуточку поднял их от грифа, далеко не выношу, не раскрывая ладонь. Так, и переношу сразу на нужную позицию, в данном случае соль. В происходе зажатия сразу. То есть сюда, 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 сюда. Да, может быть какие-то пальцы чуть быстрее, чуть медленнее. Но смысл в том, что вы не должны ставить один, второй, третий. Вы должны четко себе представлять. Даже когда мы говорим о переходе с ля минор на до мажор, у нас палец, да, он все равно идет перестановка не одного пальца сюда вот. Вот так вот, не один палец гуляет, а заметьте, у меня рефлекс на все три. Работа всех трех. Я меняю всю позицию. Он уже вырабатывается. Итак, давайте возьмем метроном в телефоне. Скачаем, можно купить отдельно, но не принципиально. Они все одинаково успешные. Это не реклама, в моем случае это самое известное. Тупо он метроном битс называется. Такая вот клатушка на зеленой иконке. Нажимаем на нее, ставим темп 60, да, 65, ну, 65. Вам хватит, нажимаем play. И делаем следующее движение. Раз и два, и 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 раз. В общем, смысл в том, чтобы вы... Слишком тихо. У меня ничего не слышал. Смысл в том, чтобы вы научились ставить все пальцы сразу, хорошо выучили позиции. И после этого мы можем двигаться уже дальше. Дальше мы перейдем к бьющей руке, у кого какая. И здесь наша задача понять, что если мы будем играть слишком тихо... То на маленькой вечеринке Индия это покатит. Если же мы будем играть, скажем, то же самое, но... То придут соседи, или же, опять же, покатит на маленькой вечеринке говнарей. Но... Я, кстати, на таких любил тусить. Вот. Но самое главное это нюансы, оттенки. Нам нужны движения, которые позволят нам маневрировать между первым и вторым. Самое главное быть адекватным. То есть, допустим, как-то... Гитара все еще осталась. Я посвятил гитару говнарей, в общем-то. Сейчас, секунду. И какие здесь могут быть не совсем корректные истории? Ну, во-первых, часто встречается техника несуществующего медиатора. Кто-то берет и исполняет на гитаре следующее. А кто-то потом, не имея медиатора, или же играя пальцами, смотрит на все это дело. Берет также кисть, воображает, что у него есть в руке медиатор. И, собственно, исполняет это дело так же. На самом же деле, в вашей бьющей руке пальцами есть своя техника. Собственно, во время боя она выглядит вот так вот. Она более эффективна, да, более динамична, более громкая, нежели... Вот это вот. И на что она похожа? За основу давайте возьмем движение «Дай денежек». Вот это вот смакующее трение пальчиков. Дай сюда мне немножечко чего-нибудь. Мы его переносим к нашей гитаре. К нашим струнам постепенно. Вверх у нас идет большой палец, а вниз все остальные. За движение вверх отвечает большой палец. За движение вниз все остальные. Зажмем что-нибудь. И теперь пытаемся его, собственно, разгонять с помощью добавления движения в кисти. Потом добавляем в локте. Очень важно понимать, что почему я взял за основу «Дай денежек». Потому что у нас здесь все движения происходят вращательные по дуге. Мы не вставляем палец на нужную глубину и ведем его вертикально. Да, то же самое мы не делаем с остальными пальцами. Вниз. Мы задеваем по касателям, по дуге. И палец уходит. Я сейчас, конечно, утрирую, но палец уходит от инструмента. Вращение вот этого происходит. То же самое с остальными пальцами. В момент удара я, как на терке, их не нарезаю в мясо. Я делаю это по касателям. Сама механика похожа на технику хвоста. Мы сейчас о ней еще поговорим. Ну а теперь давайте немного по физике. И у нас есть три основных момента, где у нас происходит движение и бытие. Это сустав в локте. Это наше запястье. И это замок медиатора. Так вот. И само по себе, каждая из этих трех аспектов, ну, безжизненная, не значит ничего, собственно. Потому что если мы будем играть от локтя, то это будет... Если мы будем играть от кисти, то это будет... Если мы будем просто регулировать замок, то это будет... Вот так. В общем, смысл в том, что вот это все вместе образует некий союз. И этот союз основывается на движении хвоста. Представьте, что вы смахиваете козявку, да, в окно. То есть вот так вот вы это делаете. Вот так вот. Теперь, менее агрессивно, мы переносим все это сюда. Спокойничко. Да, то есть мы начинаем движение с локтя. И у меня все происходит. Как работает замок? В момент удара кулаком, да, мы не сжимаем кулак сразу и потом несем такое... На! На тебе, да? Нет. Мы сжимаем кулак в самом конце. Рука летит максимально расслабленно. И быстро в конце мы сжимаем кулак. То же самое с захватом, собственно, медиатора. Именно в момент удара мы поджимаем наш замочек и делаем хват медиатора крепче. Отрабатывайте это вот на заглушенных струнах левой рукой. Танцуйте, кстати, сами. Самое главное, не хотите сбиться с ритма, танцуйте. Все музыканты вот так немножечко что-то делают такое свое. Плюс это поможет вам расслабиться. Если вы будете сосредоточены максимально сюда, прям вот, то, скорее всего, будете сбиваться. А вот если... Покачиваясь. И теперь мы постепенно начинаем слабенько это делать и усиливая, как обычно. Пытаясь поймать саму по себе механику. Ну, достаточно, дальше больно. Вот, то есть я спокойно веду вверх по струнам и вниз спускаю. Я иду вот так вот и вниз, вот так вот. Если я захочу сделать громче, я, естественно, сделаю чуть более перпендикулярным медиатором движения. То есть у нас будет не... И, соответственно, усилится замок. То есть, мы поняли. Немножечко более хлёско все это делаем. И самое главное, расслабленно. Как хороший боксер, бьем хлёско, быстро, расслабленно. Все. Не пытаемся силой покорить этот мир. Пытаемся техникой. Следующий один, два, три интересных аспекта в бьющей руке завязано на амплитуде движения. Большая амплитуда движения в бьющей руке позволяет вам не только быть максимально харизматичными. Да, но и преодолеть наибольшую глубину атаки медиатора. То есть, все это работает по дуге, по касательной. То есть, мы не ставим медиатор сразу на нужную глубину и проводим по всем струнам. Нет. Мы описываем дугу. И по этой дуге мы, собственно, заходим. Чтобы... Чем глубже мы заходим по этой дуге, тем громче у нас получается атака. Рано или поздно мы дойдем до вот этого. И чтобы нам это сделать, мы как раз можем это плавно регулировать с помощью дуги. А чтобы помочь нашей дуге, мы увеличиваем амплитуду. Это логично. Все-таки быстро расстраивается. Я, кстати, сниму в будущем видео все 47 косяков Fender Telecaster, скажем так его назовем. Ждите. Следующее, чем нам может помочь наибольшая амплитуда, это помощь в медленных темпах. Чем шире у нас амплитуда, тем, соответственно, больше у нас времени уходит на это движение. В быстрых темпах она будет маленькой. В медленных темпах мы можем поддерживать его с помощью большей амплитуды. Также есть такая фишка, как эффективные движения. Допустим. Я делаю. Я делаю движение всегда, тем самым сохраняя темп, как бы отстукивая себе, не теряя его. Но ударяю, то есть погружаясь в струны не каждый раз. Вот эти вещи, они, конечно, и в начале были. В комбинации с другими какими-то приемами мы сейчас изучим их. Но знаете, что чтобы сохранять темп, можно увеличить амплитуду бьющей руки. Или же, собственно, добавить фиктивных каких-то либо ноток. Что важно. Все эти вещи должны были дойти до вас сами собой. Сами по себе. Потому что у вас должна быть внутренняя музыкальность. Но если у вас этого всего нет, то до вас тоже дойдет. Чуточку позже. Не волнуйтесь. Главное обращать на все эти оттенки внимания. Если вы о них думать не будете, то никогда не дойдет. Мне нужно сменить пленку в кассете. Следующее, о чем бы я хотел с вами поговорить в режиме зума, это диагональные движения. Если вы посмотрите, увеличите видео на ютубе, скажем, каких-то фьюжн-гитаристов, то вы заметите, что они могут из одного и того же ля извлекать, скажем, или какие-то больше звонкие оттенки. Или же более басовитые. Да, безусловно, это связано с тем, что я бью только по тонким струнам. Или же только по басовым. Но также сюда вмешиваются движения наши бьющие руки. Оно может быть по диагонали. То есть, как мне обогнуть эти басовые струны? Гитаристы не всегда играют именно вверх-вниз. Иногда нужен какой-то акцент ритмический. Иногда нужно не засорять какой-то высотный диапазон. И поэтому может использоваться, допустим, диагональное движение гитаре в нижней части наших, собственно, струн. Или же диагональное движение от себя. Так, получается из одного и того же. Я могу получить весь звук. И потом поиграть, скажем. Здесь же давайте отметим по оттенкам то, что вы можете бить у нас вот здесь. Или здесь. И на акустике, и на электрогитаре имеет значение, где вы бьете. Поэтому не нужно придерживаться прямо-таки в чистом звуке, в бое, к чему-то одному. Вы можете добавлять оттенков, добавлять какой-то рояльности. Здесь, допустим, да. Но мне не нужно вот это вот. Да, мне нужно. Еще на акустике датчик. Но это звучит вкуснее. Или же, допустим, да, мне нужно что-то там типа, не знаю, такого. Более резвое. То есть, это все акценты. Об этом надо тоже помнить. Но это уже впереди. Пока что ставим хотя бы стабильность. Следующее, что непосредственно влияет на момент обучения и весьма недооценено новичками, это медиатор. Вы можете купить себе очень большой медиатор. Быть не таким, как все. Очень маленький, очень толстый, очень тоненький. Но я рекомендую вам вот такой вот. Зеленый с надписью Japan, Stivai и Bones. Толщиной 1 миллиметр. Большинство гитаристов используют вот такие вот обычные каплевидные медиаторы стандартной формы и размеров. Толщиной от 0,88 до, скажем, 1,1,1, может быть, миллиметра. С чем это связано? Если вы возьмете себе слишком тонкий медиатор, то вам будет слишком легко жить. А так не должно. Смысл в том, что он будет гнуться и преодолевать струны вам будет легко. И с любым замком вам не нужно будет научиться контролировать этот замок и учиться играть с экспрессией, с атакой. Более того, он будет вас ограничивать по звуку, потому что он гнется. И, собственно, особо много звука не выжить получается из инструмента. Бьют и сильно, а баланс частот почти не меняется. Если вы возьмете слишком толстый медиатор, но это не очень толстый, но, скажем, 1,2, то будет... Не знаю, что вам там будет слышно, потому что я играю сейчас без мониторинга, но будет глуховато. Толстый медиатор, он, наоборот, съедает... Во-первых, вам будет чуть тяжелее контролировать замок, а во-вторых, он будет съедать высокие частоты, что не очень хорошо в чистом звуке. Но неплохо в металле, потому что если вы играете на достаточно звонком инструменте, если много всяких лишних призвуков высокочасторных, то, ну, толстый медиатор, он реально может сделать игру более скомпрессированной, более плотной, более низастой, то есть изменить баланс звука в плюс. Если же вы играете с средним медиатором на 88 единичка, то вам доступно залезть как и в то, так и в это. То есть вы можете играть и тихонечко... То есть вы находитесь на балансе, во-первых, а во-вторых, вы можете залезть как вниз, так и вверх, под частотам в том числе. Ну и он все-таки заставит вас научиться работать с динамикой. Да, в принципе, такая цель появится, чего может не возникнуть самым тонким медиатором. Многие, очень многие, я просто сейчас об этом говорю, потому что очень-очень многие покупают медиатор именно 0.33, 0.46, максимум 0.58, 0.51, потому что они говорят, у меня 0.7 выскакивает. То есть я начинаю играть, и он у меня улетает. А улетает он потому, что вы не умеете держать медиатора, или делать это как-то не так, или не умеете сжать замок вовремя. А если вы не умеете сжать замок вовремя, значит у вас или нет техники хвоста того самого, да, гитаристской, да. То есть получается нет концентрированной точной атаки, нет маневренности в диапазоне, амплитуде динамики звукоизвлечения, получается. И плюс вы еще по звуку ограничены самим медиатором. Вот такая история. Переходим к всеми любимому баре. Этот прием многих заставляет мучиться, потому что его начинают изучать с самого сложного, с фа-мажор. То есть люди пытаются поставить баре на первом ладу, что самое сложное, и делают это, ну, примерно вот так вот. Потом плюют, бросают гитару и забивают на музыку не мое. Дело в том, что если у вас не очень инструмент, то действительно баре, это будет для вас целая эпопея и война. И вам, в первую очередь, нужно купить каподастер. Секунду. Вот так он выглядит. Вот такая вот маленькая штучка буквы ЗЮ стоит примерно, ну, от 230 рублей. Вот этот стоит около 700-800, потому что он Бланет Вейвс, типа Дадарио, да, и, ну, чисто переплатил за шильдик. Они бывают прижимные винтовые, где вы завинчиваете и плавно увеличиваете силу зажатия. Они бывают на пружине большие. Для вас пока что не принципиально. Я купил вот этот, потому что он максимально маленький и, соответственно, не мешает руке, собственно, играть всякие приемы. Так вот, что мы делаем? Мы берем и ставим этот каподастер максимально близко к железному порожку на первом ладу. И, собственно, если у вас дешевый инструмент, вы можете так и учиться все время. Ну, так, чтобы не максимально близко, а так, чтобы ноты были чистые. Дело в том, что прижимая все струны к первому ладу, ваши струны в целом становятся намного ближе к грифу. Если у вас не очень хороший инструмент, дешевая советская акустика, то, конечно же, раньше у вас болели пальцы. И мало того, что хрен с ним, что у вас пальцы болели, мучаетесь. Смысл в том, что вы не могли поймать нужное усилие, адекватное усилие при игре на гитаре. А при сильных напряжениях вы, в принципе, не можете звучать музыкально и быстро переставлять пальцы. Так вот, сейчас, установив каподастер на первый лад, я приблизил струну максимально к грифу. И теперь, начиная со второго лада, я начинаю изучать все то же самое, что делают люди обычно, но пускай на один лад выше. То есть я начинаю играть те же самые аккорды все, фа, композиция. Не принципиально, просто на один лад выше. Да, мы сменили общую тональность композиции, и с точки зрения музыкальной теории это плохо. С точки зрения обучения это отлично. Теперь ваши струны близко к грифу, и вам намного легче будет учиться ставить брэ, в том числе, и, в принципе, учить все аккорды, играть гаммы и так далее. Поэтому такая штука для всех тех, у кого дешевый инструмент, толстые струны, нет денег, чтобы сменить их на тонкие струны, нет навыка, нет мастер под рукой. Купите, закажите в Озоне, в Валбрец, в музыкальных магазинах. Любой дешевый на пружинке китайский Элис он покатит. Вот, это ускорит ваше обучение. Теперь, следующее. Ошибка, чего многие забывают, это то, что у первого лада самое сложное и самое наибольшее требование к силе прижатия. Возьмите и передвиньте этот же фа мажор где-нибудь на шестой-пятый лад. В связи с тем, что это будет середина струны, вам будет полегче зажимать. Особенно, если у вас стоит каподастр. Как получилось, спускаемся. Ля мажор. Ля бемоль мажор. Соль мажор. Фа диез. И фа. Ну и ми. Вообще, аккорды на брайне надо знать, потому что они, во-первых, по-другому звучат. То есть, да, скажем, ля мажор здесь. И ля мажор здесь. Они все-таки дают разный акцент. Тут более акцентрированные, играя в группе, в миксе, ну, он более важен. В аккомпанементе, да, более открытые струны дают больше объема и чаще используют вокалисты именно открытые аккорды. В то время как в группе будет такой до. То есть, это разные звучания. Плюс, если мы говорим о блатных открытых аккордах, то там, ну, абсолютно какое-то рандом зажатие для вас. В то время как аккорды на брайне учатся намного легче. Их не так много. И вы буквально идете до, си, да, си бемоль, ля, соль диесы. То есть, без проблем. То же самое с минорами. До минор, си минор, соответственно, си бемоль минор, ля минор. То есть, тут просто выучили одну постановку. Вы умеете это делать и просто переставляете ее. Ну, вы смотрели теорию, не смотрели. Смотрите. Ссылка в описании будет на видео по теории. Как происходят аккорды, откуда они появляются. Как их запомнить, выучить и понимать. Самое главное. Что ж. Идем дальше. Теперь наша задача. Научиться играть само по себе в баре. Дело в том, что когда вы пытаетесь сыграть его полностью, целиком. Вы немножко неверально понимаете смысл движения. Чаще всего. Я не за все говорю. Многие пытаются указательным пальцем зажать сразу все. Начинают ныть. Что у меня попадает сустав там-то, на шестую струну. Попадает там что-то криво. Здесь вот не дожимается. Здесь не гнется. Здесь я не достаю. Во-первых. Искать какое-то идеальное положение. Мифическое. Чтобы ничего нигде не болело. Суставы не попадали на струны. Ну, не нужно. Вам много чего придется зажимать. И вот так. И так. И вот так. И вот так. И вот так. Вот так. Там не знаю. То есть это все будут аккорды. И положение пальцев, оно будет всегда меняться. Чуть-чуть изгибы туда-сюда. Повыше. Тут вот вообще места почти нету. Но все равно надо будет как-то зажимать. Вы об этом последствии думать просто не будете. Плюс нет таких песен. Где вам нужно держать вот именно вот в этом положении. Всю песню. Да. Это будет. Да. Это даже будет. Если там всю песню один аккорд идет. Там все равно будет это не музыкально. Там будут какие-то еще движения. Ослабления. Какие-то пустые нотки и так далее. Но смысл не в том. Сейчас будем учиться ставить баррэ. Во-первых, начнем с мини-баррэ. Это официальный прием. Он так называется. Давайте на пятом ладу зажмем нашим указательным пальцем. Подушечкой. Первую струну. Да. Пятый лад. А потом две струны. Ну, вроде получается. Но момент не в том, чтобы получилось. Момент в том, чтобы почувствовать. Какое усилие нужно, чтобы звук получился чистым. То есть не давите дальше звука. Нам не нужно. Вот мы получили звук. Вот звук не получается. Вот получается. Дальше. Дальше я не давлю. То есть усилие, громкость ноты зависит вот отсюда. Здесь нужно просто поставить струны на лад. Дальше давить не нужно. Не бойтесь. Не бойтесь, что вы слишком слабо зажмете. И из-за этого не будет звука. Как раз таки из-за того, что вы передавливаете, звука точно не будет. Максимально легко это все делаем. Лучше учиться легко, а потом увеличивать усилие, чем пытаться сразу учиться жестко. Дальше. Пытаемся зажать три. Три струны сразу. Да. 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 Ладно, не будем опошлять. В общем, получилось. Вот дальше четыре. Ну, можете попытаться, но по сути усилие уже будет... Больше, чем надо. Что нужно понимать? В данном случае большой палец находится прямо-таки под указателем в этот момент. Не здесь, не здесь, а вот прямо здесь. Вот посередине спинки грифа. При этом, когда вы зажимаете больше количества струн, чем одну, две, три, у вас включается уже в полноценный аккорд, получаются все пальцы. И нагрузка при сжатии, она делится между указательным пальцем, между безымянным, что давит на пятую струну, мизинцем, что давит на четвертую, дарит нам звук, средним, что давит на третью. И, по сути, наш указательный, он всего лишь добивает шестую. Да, вот так вот, если пережимать. И снизу первое. Самое главное, понимаете, не передавливайте больше, чем нужно. Вот именно от этого у вас начинают и болеть суставы, потому что вы настолько сильно вминаете свой палец в струну, насколько вообще не нужно для звука, что потом эти места и начинают болеть, начинают резать. Второе. Отстройте инструмент у мастера или же просто отнесите в музыкальный магазин передавцу. Пускай посмотрит и просто скажет вам, можно этому учиться, нет. Ну, или хотя бы вам померите сами высоту. Два медиатора по, скажем, единичке возьмите, вставьте, ну, лучше три. Короче, расстояние на 12 ладу между железным ладом и струной должно быть, ну, где-то вот от двух до двух с половиной миллиметров. Поэтому вы можете купить в магазине, скажем, два медиатора по 1,2, вот у меня фиолетовый, и единичка, это 2,2, засунуть по первой струной и увидеть, что, ну, они здесь вот застряли. Получается, что здесь высота меньше 2,2 у меня. Ну, она здесь где-то 2, 1,9 даже. Вот, и получается, что инструмент не виноват. Вы кривые. Если же у вас здесь 4 миллиметра, то виноват инструмент на железных струнах. На классике там можно и 3-4. Но на электрогитаре, на акустической гитаре с железными струнами не должно быть 4 миллиметра. Слишком высокая сила и натяжение будет. Вы с ней будете бороться, вы не будете учиться играть на гитаре, вы будете учиться играть на вашем инструменте, то есть бороться с ним, с силой натяжения. Помимо этого, если нету мастера, да, поблизости, ну, вот живете вы на Северном полюсе, закажите там с Алиэкспресса, я не знаю откуда, тонкие струны, просто купите девятки, тонкие. Соответственно, там девятки, десятки. Хотя бы так, вот без отнесения к мастеру, без подточки порожков, тонкие струны, опять же, помогут ослабить. То есть не должно быть так, что вы потеете, у вас кровище течет. И вы довольны, что у вас получилось. У вас не получилось. Вы возьмете нормальный инструмент и не будет звучать, потому что вы будете пережимать. И да, кстати, ребят, здесь же, сегодня, надо ответить. Сколько все-таки видов боя на гитаре я знаю? Ответ, ни одного. Часто мне пишите, какой бой в этой песне, Илюха, напиши, вот какой бой вот в этой песне. Я, если честно, не знаю, чего вы от меня ждете. Что я вам стрелочками как-то ВКонтакте нарисую вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Дело в том, что ситуация не совсем трезвая и корректная. Гитаристы не учат боя. Есть отдельная тема. Это, скажем, вы хотите выучить какой-либо армейский бой для какой-либо конкретной композиции. Есть такая история, что в какой-то конкретной армейской композиции используется какой-то конкретный вид боя. Там, восьмерочка, да. И в этом случае вы действительно можете пойти на YouTube, забить там, как вот играется бой восьмерочка. И, собственно, выучить его. Вас ему, конкретному типу боя, научат. Но в целом нет такого, чтобы гитаристы запоминали каждую песню, сколько там надо вверх, сколько вниз. Там дважды вверх, один вниз чередуются. Или в этой песне три раза вверх, так ты тут вверх-вниз, вверх-вверх-вверх-вниз. Сокуплет такой. Не заучив гитариста так песню. Когда вы до какой-то степени освоите сам по себе инструмент, у вас будет стабильность, у вас будет взаимодействие между вашими руками. Вы будете уже знать какое-то количество композиций. Вы будете воспринимать и снимать ритмический рисунок, так его назовем, на слух. То есть, вокалист, он не учит каждую новую композицию по нотке. Каждую отдельную нотку в каждом отдельном слоге. Он берет и сразу исполняет музыкальную фразу какую-то, да, там, предложение. Или кусок предложения. Возможно, не всегда точно, но он потренируется и исполнит, вот, не с первой попытки, но исполнит. Факт в том, что мыслит он кусками. То же самое. Я, когда слышу какую-либо композицию, я воспринимаю ритмический рисунок весь вместе, а не конкретно вверх-вниз. Сначала так вверх, а может быть это был вниз. Нет, больше низких частот, значит, все-таки это был даун, это был все-таки вниз. Нет, я так не анализирую. Я беру ритмический рисунок и пытаюсь его максимально близко воссоздать. Или же я включаю концерт и смотрю, как гитарист исполняет его. И опять же, я не смотрю каждый удар по отдельности, секунда, нажимаю паузу, а записываю вниз. Такого нет. Я беру в комплексе весь рисунок, смотрю глазами и опять же пытаюсь его воссоздать. Ну, где-то можно замедлить. То есть, в принципе, вот эта вот позиция обучения с точки зрения стрелочек вверх-вниз, она, конечно, существует. Но я не знаю ни одного гитариста, который бы изгонялся и реально, то есть, вот учил бой по такой системе. Ну и пока мы с вами близки, я хочу показать вам еще несколько таких скорее осознанных ухищрений, что используют гитаристы. Начнем с того, как можно почувствовать распределение силы прижатия между пальцами. Для этого мы поставим наш указательный палец на любом ладу, ну, пускай на пятом, на первые три струны. Возьмем это трезвучие. А теперь добавим сюда же на седьмой лад наш безымянный палец. И сюда еще плюсом третий палец, это мизинец на восьмой лад. Здесь вы должны почувствовать, что когда вы добавляете палец, сила при сжатии распределяется все-таки между двумя пальцами. Вы работаете сразу двумя пальцами. И когда вы добавляете третий палец, вы уже давите на гриф тремя пальцами, да, соответственно. Это мелочь, нюанс, но часто я вижу, как ребята всю силу прикладывают именно в указательный палец. Они заваливают здесь опору, собственно, большого пальца сюда. Они заваливают кисть боком вот сюда стараются, вот так это сделать, чтобы выдавить максимально именно указательный палец. Нет, распределяете силу между всеми пальцами. Следующее, если вы играете, скажем, очень долго, аккомпанимируете весь концерт на инструменте, у вас толстые струны, собственно, пальцы, кисти забиваются, вы можете пойти на такой лайфхак. Когда вы играете мажорные аккорды, у вас все заняты пальцы. Но когда вы исполняете что-то на миноре, вы можете закинуть свой средний палец на указательный и тем самым помочь ему, да. Это помогает, если руки забились и... Ну, есть такой лайфхак. Еще один такой лайфхак завязан на том, что, допустим, вы встречаете в песне аккорды C, да. C-минор. Заменять его на какие-то похожие производные... Не совсем корректно. Другое звучание. Поэтому есть такая фишка, что гитарист может не всегда сжимать все шесть струн по грифу. То есть даже если я хочу сыграть что-нибудь типа... Я могу это исполнить как... В этом случае я для вас визуально ничего не меняю, но на самом деле я указательным пальцем снизу не зажимаю первые две струны. Я просто их касаюсь. Глушу. И в этом случае я зажимаю только точечно, подушечками нужные струны. И, по сути, указательный палец, он вообще давит мне только на шестую струну. Максимально отдыхает, максимально в расслаботе. Так, фокус, не убегай. Да, это звучит не так богато. Но это тоже контекст, это тоже придает оттенков. Вы можете тоже, ну, привнести что-то свое. Плюс, не свое, а привнести в звучание что-то. Плюс это помогает в том случае тем же самых фа. Вы не можете, у вас не хватает сил зажать нормально, да? И вы просто берете и не пытаетесь дожать. Вы просто касаетесь этих двух нижних струн и глушите по факту. Вы сыграли фа в песне, вы сыграли фа, потому что вы зажали тонику, вы зажали тонику через октаву, вы зажали пятую ступень, важную квинту, и зажали терцию. Или же, там, минорную терцию. То есть, по сути, трезвучие зажато. Ну и, наконец, мы дошли до самого интересного. Это приемы. Что такое приемы? Это какие-либо ваши эксклюзивные фишечки, завязанные на конкретно вашем музыкальном инструменте. То есть, у гитариста свои приемчики, свои фишечки. У саксофониста есть свои фишечки. Саксофонисту недоступны мои приемчики, да? Мне недоступны саксофонисты. Такая вот у нас с ними любовь. В чем они заключаются? Один из них мы уже с вами изучили. Это палметы в предыдущих занятиях в этом цикле. И его тоже можно сочетать с боем. Допустим, вот так вот. Уже получается какая-то история. Какой-то вот рисунок. То есть, для многих, все песни, это одна и та же песня, просто меняется порядок аккордов. Очень многие гитаристы, так называемые гитаристы, действительно исполняют все песни абсолютно одинаково, с одним и тем же рисунком, ритмическим, без насыщения вот этими всякими приемами. Вообще, по сути, без рисунка. Они просто меняют аккорды и получаются для них, для них это разные песни. Но на самом же деле, музыкальность, основа, идеи, композиции зачастую завязана на ритме, на всяких вот именно рисунках мелодических, а не только на смене аккордов. Вот, порядке аккордов. Что ж, Паул Мюту с ним понятно. Давайте идем дальше. Пойдем дальше. Это гхост ноты. Гхост ноты, с английского в переводе гхост, призрака, или же холостые ноты, пустые ноты, кресты, как их в табах обозначают. Это все звучит вот так вот. То есть, по сути, можно получить двумя способами. Первый способ заключается в левой руке. Я ставлю аккорд, любой аккорд, в любом месте, допустим, на шестом ладу, потому что здесь нету жалетов. И ставлю пальцы, как будто я хочу зажать аккорд, но не зажимаю. Я не зажимаю струны, не подношу их к водам. Я только поставил пальцы на струны, на готове, но не поджимаю. И бью рукой. Не зажимаю. Зажимаю. Не зажимаю. Да, какой-то акцент, какие-то призвуки здесь могут быть. То есть, по высоте. В зависимости от того, где вы зажимаете. Но, по сути, это скорее перкуссионный прием. Ритмический, нежели музыкальный. Однако, если мы завязываем хост ноты на левой руке, то есть, сделаем их левой рукой, путем зажатия, да, то есть, допустим, даже блатные аккорды. Нет, тут не получится. Открытые струны все равно звучат. Обычно это набор делается. Вот. Смысл в том, что вы можете попасть на флажолеты. Флажолеты это такие тоже приемчики специальные. Там у меня нет дальше. Но это определенный прикол. Такие странные вещи всякие. Ну, их много у гитариста, на самом деле там. Вот это вот все фишечки. Малоприменимые, раскрашивающие. Это все приемчики местные. И флажолеты один из них. У нас есть искусственные. Много всяких разных. Об этом чуть позже. Но, попадая на них, в этот момент, они у нас звучат. Получается. И это выделяется. Поэтому есть еще один способ получения хост нод. Он в бьющей руке. Сейчас мы приблизимся, и вы его посмотрите. Второй способ звукоизвлечения хост нод заключается у нас в бьющей руке. То есть, мы в этот раз можем зажать, в принципе, аккорд всегда и целиком. Полностью. Но при этом... Пес идет. При этом, я буду глушить какие-то доли нашей бьющей рукой. То есть, я делаю первый удар вниз. И глушу его. Здесь у меня зажато все. Но я глушу. То есть, при падении, я не пытаюсь сначала поставить руку, потом ударить. Я не пытаюсь сначала ударить, а потом поставить руку, сглушить. Я просто бью, и вместе с ней приземляюсь ладошкой напридж. Ну, а вот назад уже, собственно, отпускаю сами по себе струны. И они звучат. Следующий прием, что здесь логично, собственно, рассмотреть, это регги-ритмы. В принципе, вы, я думаю, их слышали. Они звучат как там... Это уже слишком. То есть, некий скопанк. Некие частушки. Он основывается вот на таком совмещении рисунка, коснот, коснот, с обычным боем. Но, его основная идея, это игра на слабую долю. Что такое игра на слабую долю? Обычно первая доля сильная, а вторая доля слабая. Есть такой тест, собственно, русский вы человек или нет. Это петь «Вопли береза стояла» и стучать ладонями. Русский человек вам поет как? «Вопли береза стояла». Сейчас микрофон, наверное, офигел. Давайте я все-таки отнесу свои ладоши подальше от ваших ушей и покажу еще раз пример. Мы можем делать акцент на первую долю, то есть «Вопли береза стояла». Как настоящий русский человек. Можем делать, как с нежели более афроамериканским оттенком, акцент на слабую долю или же на вторую долю. «Вопли береза». И видите, стало прикольнее. «Вопли береза». Или же «Вопли береза стояла». Так интереснее. По метроному, по цифрам, получается, что мы или считаем 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, а слабая доля — это 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Вот этот эффект, он завязан во многих стилистических направлениях исполнениях на гитаре, когда, допустим, вокалист или же барабанщик играет в сильную, а вы в слабую, или же вокалист может в слабую делать какие-то акценты. Бас-гитариста очень любит. То есть вы не в первую по-тупому бьете. А вы бьете во вторую. Когда вы начинаете петь «Вопли», вы не бьете сюда «Вопли береза». Не вколачивайте. А вы, наоборот, отодвигаете с самого начала ладонь. «Вопли береза». То есть получается «Вопли береза». И получается, как будто у вас ритм, он отдельно идет от всего. И из-за этого, что у него рисунок отличается по акцентам, он и слушается отдельно в миксе, в композиции. Так вот, раги бит основываются, раги ритм основываются, в принципе, на том же. Первый удар у вас получается, он пустой. А второй, вы уже возвращаетесь со звуком. Ну и вот оно, по сути, все. По сути, это все. Ну, вы можете любые аккорды менять. Следующий прием, что может быть интересным, но пока что может быть для вас недоступным, это подкаты. Подкаты вы слышите постоянно в теме, допустим, «Ненавижу Иван Дерна», я играю ее. Звучит прикольно. Дело в том, что или же форшлаг, это предудар. То есть у вас есть какая-то нота. Она сначала звучит, и потом сразу же переливается в другую. То же самое здесь. По сути, это слайд. Но в данном случае он, я называю, подкатом. Это прикольно. И он с некоторым сочетанием форшлага. То есть в табах, в нотах у вас будет стоять главная нота, это си бемоль, да, по сути. Минор. А ля в скобочках перед ней. То есть, да. Потом у нас, соответственно, идет. Сам рисунок, он. Но с подкатами звучит как. Я уже забыл. Но становится интереснее. Какие здесь есть технические аспекты? Дело в том, чтобы подкат получился, вам нужно как бы по касательной грифу направлять усилия. Я не вжимаюсь в гриф с самого начала. И я сначала вообще потихонечку, как бы я имею конечную цель, это шестой лад. Но, постепенно, приближаясь к нему, я как бы задеваю пятый. Усилие минимальное, иначе вы просто не сможете скользить красиво, по сути. Но этого достаточно. Соответственно, и здесь. Слишком сильные усилия не позволят вам скользить, в принципе, потому что вы сразу же врежетесь в лады даже. Многие думают, как так получается у гитариста? Прыгать с пустого, там, не знаю, с первого лада на какие-то либо другие. Да легко. Это все делается расслабленно. У меня нет задачи весь путь преодолеть с усилием. Да, я просто... Я фиксируюсь в нужном моменте. Так и здесь, то же самое. Абсолютная расслабленность. Все, я потерялся по звуку. Я сделал это специально. Я к тому, что я прямо-таки тренируюсь не... Давай, ты сделаешь это сильнее, да? Не превозмогаю себя. А я, наоборот, учусь всему на расслаблоне. Я учусь в динамическом диапазоне расслаблона всем этим приемом. Я не пытаюсь играть там, допустим... Какие-то приемы, да? Очень сильно. Я... Потому что будут задевать лишние струны, какие-то вещи. То же самое со слайдом. Его лучше осваивать максимально легко. Для динамики вам нужно добавить атаки в бьющей руке. То есть... Здесь. Вот. А здесь же полетность, скорость и точность. Вот. Что ж, еще один прием, о котором я нам, наверное, успею сказать. У меня осталось полтора минуты до конца камеры. Это добавочные ноты. Я снимал, поэтому отдельное видео теоретическое. И лучше смотрите там. Но чтобы стало интереснее, вы можете пока что, если не смотрели его, наугад поискать на слух, потренировать какие-то доп-ноты. Вот аккорд. Вот и добавил. Вот аккорд. Я какую-либо ближайшую нотку беру и... Со слайдом, да. Что-либо добавлять. Сделаем такой механизм в вашей маленькой голове. Если ноты в каком-либо аккорде хорошо сочетаются и сменяются с нотами, другими нотами в другом каком-либо аккорде, то есть вот у нас аккорд с одними нотами, и вот аккорд с другими нотами. Если эти два аккорда сочетаются, то значит ноты из одного аккорда, которые сочетаются с этим аккордом, наверное, можно повзаимозаменять между собой. То есть вы можете взять два аккорда, допустим, до и соль И повзаимозаменять ноты между ними И посмотреть, что получится Допустим, у нас есть аккорд до В нем нет шестой струны Но в аккорде соль она зажата на третьем ладу Давайте мы возьмем и в аккорде до, давая мизинцем ее на третьем ладу шестой струны Ничего страшного не произошло Но звучит при этом Небольшой оттеночек создали Если же мы возьмем, скажем, и подключим в ноту, в аккорде соль Вот эту вот нотку от до и зажмем то же самое Тоже оттеночек получили Допустим, у нас в ми Первая струна в ми миноре или в ми мажоре У нас первая и вторая струна, они не зажимаются Давайте мы их не будем зажимать и в соль Или же в до Звучит Вот эти вещи Дре мажор с добавочной с солью Пожалуйста, это тоже ваш арсенал Это тоже еще один такой приемчик От этих вот всех оттенков Те же самые у нас там было Блин Ну и на этой замечательной ноте я бы хотел закончить сегодняшнее занятие Я бы хотел сделать акцент на том, что это видео не было столь схематичным Столь именно поэтапным, как предыдущее Хотя, конечно же, определенная взаимосвязь и постепенность развития плана План занятий в нем был Но в целом оно было достаточно абстрактом То есть я достаточно широко мыслил, очень много говорил И не заставлял вас действовать по схеме С чем это связано? С тем, что когда вы новичок Вас, конечно же, желательно изолировать от всего этого богатства в мире музыки Чтобы у вас не было шока И вы не распинались, а какие-то ставили конкретные базовые вещи Но в общем и целом Вы должны понимать, что музыка это очень богатое, широкое явление В ней можно утонуть в теоретическом, в техническом В плане инструментов, педалей, усилителей В плане, в музыкальном плане, в аранжировке В звукорежиссуре Это потрясающая вещь Это самая широкая наука И в первую очередь это не только наука Но это еще и искусство Поэтому сегодняшнее видео я хотел бы Вот хотел именно сделать таким Чуть, может быть, более широким и эмоциональным Потому что вы должны понимать музыку Как нечто большее, эмоциональное Как этой краски Как неконкретное нажми здесь, удар там А как то, с чем вы можете не только экспериментировать А то, через что вы можете выражать себя Какие-то свои оттенки Индивидуальность, экспрессию И чтобы вы понимали, что вам нравится в этом деле Что вам нужно развивать Но мы об этом можем говорить очень долго А видео должно заканчиваться Спасибо вам большое, что досмотрели до конца Собственно, если поставили лайк Так вообще я вам восхищаюсь И люблю всем сердцем Благодаря тем, что у моего канала есть спонсоры А, да, я забыл искать вставку Я не преподаю лично, индивидуально Поэтому, ну, пока что, по крайней мере Не нужно мне писать Снимаю эти видео благодаря тому, что у меня есть спонсоры Есть патроны, их всего лишь, может быть, человек 100-120 Но этого достаточно, чтобы не рекламировать одежду для животных Госзаказы и, скажем, доната-выжималки Ребята, вы прям замучили Особенно ставки казино Большое спасибо всем тем, кто подписался на Патреон На Бусти, это еще более удобная платформа Я хочу зачитать последние имена за последние месяцы Это Наталья Это Всеволод Храмов Это Саша Люкшин Это Алексей Вуков Это Яшеня Беловусау Степан Мартынов Константин Пальма Козерог Аркадий Третьяк Андрей Винчестер Благодаря вам я снимаю эти видео Благодаря вам я делаю еще две съемочные студии И скоро, наконец-то, я думаю, наберется Прямо-таки спонсоров патронов штук 200 Я смогу себя всего этому каналу отдать И, может быть, мы даже зададим Смело так говорить, но новую планку качества для моего канала Хотелось бы, конечно, развиваться и идти куда-то дальше Спасибо большое вам всем, ребята Вы можете подписаться на Бусти в том числе Как это сделал Максим Тультов Я пока что ищу Как это сделал Константин Копейкин Респект тебе за суперподписку Как это сделал Музыкант Собственно, 8 октября Как это сделал Все, больше никто не делал Вот Можете стать спонсором напрямую на канале Но, собственно, лучше Бусти Там русскоязычный, там все понятно Нет комиссии Моя камера не выдержала этого стыда И села Ну, я заменил батарейку И вот Для всех тех, кто подписался на Патреон Бусти Собственно, стал спонсором на Ютубе Пишите мне в личку ВКонтакте Ссылка в описании Я как бонус вам даю доступ в моей группе ВКонтакте Закрытый, где я выкладываю всякий дополнительный интересный контент Тоже в том числе обучающий контент Есть много всяких разных видео, которых нет на Ютубе Плюс вы можете всегда обратиться ко мне лично ВКонтакте И я всегда постараюсь вам помочь Чем смогу ответить на любые ваши вопросы Только кроме что касается моей личной жизни Вот На сегодня все Всем до новых видео Спасибо Пока Субтитры сделал DimaTorzok